привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео я покажу какие я сделал покупки на сайте виолики очень интересные также по ссылку от подписчиков и еще хочу сказать вам огромное спасибо за ваши комментарии за ваши лайки под каждым видео благодаря вам я сделал замечательную покупку для своего канала я приобрел вот такой вот микрофон и прямо сейчас я его подключу и мы услышим насколько лучше будет звук на этих видео да друзья вот сейчас вот такой звук с этого микрофона и дальнейшие обзоры будут только используя этот микрофон ну что ж а давайте теперь посмотрим какие же монеты я приобрел и что мне прислали подписчики поехали так посылочка от светланы она написала мне в instagram спасибо всем кто добавляется в instagram спрашивает и присылает на оценку монеты особенно друзья смотрите те редкие года которые я выкладываю в instagram чтобы вы могли сориентироваться и не прислать мне просто обычные монеты потому что очень много сообщений приходит я не всем могу ответить но я обязательно отвечаю всем тем у кого монета редкая ценные которые где можно выставить на аукцион или на продажу так что пожалуйста смотрите внимательно в инстаграме те года которые я выложил то что мы здесь видим здесь монетка от светланы светлана огромный привет вам спасибо за то что прислали давайте посмотрим что же здесь у нас какая особенность этой монеты это 1 гривна гляньте 1 гривна но что мы видим здесь попробую сфокусироваться здесь не про чекан гуртовой надписи в целом это не совсем моя тема я не собираю подобного рода браки но мне это было интересно потому что у меня таких браков еще никогда не было и показать вам посмотрите то есть мы с одной стороны можем попробую сфокусировать мы можем видеть что остатки надписи у нас есть но чуть дальше дальше они затираются затираются и фактически не видно никакой гуртовой надписи довольно интересно в целом монеты 2012 года она про чекан и на я нормально здесь другой стороны также мы видим нормально давайте я покажу какие еще бывают не про чеканы какие бывают не про чеканы у монет 1 гривна и других но смотрите бывает что аверс полностью не про чекан и вается видите на этих 50 копейках ну и с другой стороны тоже ягоды не все видны 50 копеек вот на разных номиналах вот например 25 копеек не до конца не про чеканились такие браки стоят каких-то денег но очень очень маленьких потому что ну тема узкая в принципе кто-то собирает или довольно серьезные чтобы полностью не было видно например на 10 копейках там номинала до или аверса вот это может быть действительно быть таким ценным и стоит подороже вот например вот эта гривна довольно хороший не про чекан и мы видим что фактически полностью не чеканен реверс на аверсе видим что три зубца тут не видно довольно вот такие монетки я покупаю к себе в коллекцию пусть не так у меня много но зато тема интересная я я беру вот 5 копеек например да в основном беру чтобы вам показать что такое бывает что такое встречается но здесь совсем слабенький не про чекан конечно вот это довольно серьезно тут интересный тоже мне от подписчиков вы мне написали я приобрел вот такая вот эта гривна есть прям очень мне нравится интересная такая с другой стороны прямо даже не видно год хотя гривна сама по себе давайте посмотрим какого на года у нас мы видим 2012 2012 год видите и здесь у нас получается здесь тоже 2012 год но вот с таким браком видимо 2012 год был не очень до допускались вот такие браки такие браки собственно поэтому просматривайте монетки может так случайно совпало видите две монеты 2012 года вот 50 копеек кстати мы даже не можем догадаться какой здесь год потому что просто-напросто не видно не видно года как он напишите в комментариях какая монетка из этих всех вам понравилось больше всего вот тут вот слова про чеканин год такие я не покупая более-более серьезно что туда вот вы могу взять к себе вот в таком формате ну что это у нас наши браки вот эти вот брать такая сушить у меня прям благодаря вам получается небольшая коллекция подборочка этих браков так что давайте давайте буду показывать вам их будущем у нас еще две покупки это спа виолити замечательные вещи давайте я распакую покажу что же мне прислали в целом я регулярно покупаю на виолите конечно в начале карантина старался чуть меньше покупать потому что непонятно куда это все было за куда-то все зайдет но сейчас в принципе приобретаю какие-то недорогие вещи бывают разные бывают разные спасибо что вы поддерживаете канал своими комментариями потому что для алгоритмов ютуба комментарии очень очень важны гляньте как тут запаковали прям супер какая-то картонка а здесь мы видим с вами жетон это не монета и это жетон жетон как сейчас я достану и немножко расскажу у меня есть небольшая коллекция подборочка таких жетонов кстати я покупал в харькове один производитель делает под них альбом чеки они сейчас я немножко расскажу дальше что это за жетоны жетон гетьман у меня значит есть вот такая вот вверх каталог в котором можно посмотреть какие есть разновидности этих жетонов даже указана цена на данные жетончики и вот 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 серия я чуть дальше расскажу вот они изображены собственно ну конечно собирать коллекцию вот так вот прям по номерам как-то ну не очень наглядно непонятно как их хранить что сделал один из производителей харькове он выпустил вот смотрите вот такую папочку значит чуть-чуть давайте чуть повыше подому вот создал вот такой лист на котором сзади нарисованы собственно те жетоны которых вам нужно в коллекцию добавить довольно удобно и сверху на него накладывается лист для с ячейками для этих жетонов давайте я сейчас вам расскажу что же это за жетоны значит а это указано у нас как в нашей книжечке вот здесь целая история значит это были защитные жетоны и они перешли в материал для коллекционеров эту статью как я вижу подготовил игорь барташук из киева попытки защитить свою продукцию осуществлялись всегда и производители идут на различные хитрости чтобы максимально обезопасить свой продукт от имитации этой голограммы и термоусадочные колпаки и пластиковые пробки дозаторы так на основе идеи киевского художника сергея позняка еще в 1999 году фирма харрис арт получила патент украины номер 2520 и предложила эту идею торговой марки гетьман заказ на изготовление специальных жетонов был размещен на ооо луганский станкостроительный завод как вы все знаете жетоны прикреплялись каждой бутылке из серии недорогих водок наливайка за волю за долю за любовь с целью защитить от подделки патентные изыскания показали что что на то время подобных разработок в мире не существовало кроме британской фирмы сейнсбери которая внедрила подробный принцип при производстве безалкогольных напитках идея была такова жетон размером с украинский полтинник немножко полтинник отличается по размеру размещается на колпачке каждая бутылка под термоусадочной пленкой и акцизной маркой не повредив защитные пленки и акцизной марки извлечь жетон и содержимое было невозможно кроме функции защиты один гетьман участвовал в моментальной лотереи с крупными денежными выигрышами достаточно было собрать полную подборку за 1999 год 7 штук и отправив по почте получить 150 гривен а если собрать комплект 1999 и двухтысячных годов это 21 штука то выигрыш составлял две тысячи гривен ребята представьте какие это были деньги также встречались жетоны с над чеканами каждый над чекан соответствовал вещевому выигрышу это только электроника и бытовая техника от радиоприемника до телевизора жетоны принимали в сети магазинов электроники и бытовой техники new вид к оплате по курсу 1 к 20 гривен при условиях покупки более чем на 400 гривен и не более 10 процентов от стоимости покупки то есть при покупке например видеокамеры за 4000 гривен можно было заплатить 20 жетонов и 3600 гривен при покупке стоимость ниже 400 гривен жетоны к оплате не принимались жетоны чеканились 1999 по 2003 год год выполнен арабскими цифрами номер римскими серия за главными буквами латинского алфавита гурт увидите здесь есть гурт секторально рубчатый каждому номеру соответствует либо герб гетт гетьмана либо какой-то сюжет сюжетные композиции не всегда отвечают геральдическим правилам и историческим названием встречаются жетоны с недочканенным изображением например двухтысячный год 21 csn ну что ж вот такая история про этот жетон давайте же распакуем последнюю посылку и посмотрим какие мне пришли жетоны на что их можно было обменять в те далекие времена я буду сразу распаковывать и раскладывать по вот этому листу вы сразу видите какие позиции у меня закроются довольно весом и здесь должно быть много много разных жетонов я покупал их на сайте виолити данную данную посылочку запаковано очень добротно аккуратно чтобы ничего не повредить ведь они там еще картонки размещены поэтому я думаю все в порядке в плане транспортировки у них гляньте вот так вот их загрузили надеюсь тут их не самим скотчем прифигачили или хотя бы в каких-то этих конвертиках да они эти лежат специально этих штуках так ну что тут конечно же скотч приклеился много-много жетонов они все разные я вижу состояние у них просто супер отлично так это мы можем убрать так ну что ж давайте разбираться такие жетоны у нас приехали итак начнем у нас первый жетон который из посылки с фиолити 2001 года у нас это первый первый лист 2001 год и называется он смотрите как мы видим тут 10 11 12 bsn и смотрим где у нас по этому названию вот он 12 bsn софия киевская смотрите как красиво выглядит и также мы его сразу размещаем буду показывать вам каждый жетончик вдруг вы захотите такую коллекцию себе завести и состояние довольно важно конечно еще состояние в каком состоянии эти жетоны следующий жетон у нас тоже неплохой блестящий может быть мыт конечно не знаю сложно сказать 2001 год у нас 7 с н 2001 год у нас над ним как раз а вот 7 айс н смотрите герб у нас тут пишет невецкого да по стоимости эти жетоны отличаются в зависимости от их редкости тут есть конечно каталог с ценами но он не уверен что он соответствует действительности потому что он 2014 года но по крайней мере можно посмотреть какие там были редки у меня кстати самых редких я думаю и нет ну посмотрим какие сейчас у нас приехали я когда покупал я однозначно смотрел на то чтобы не покупать дубли 2000 год у нас гляньте как сделано 2000 2000 год у нас это одиннадцатый бсс вот он у нас но кстати как мы видим на рисунке и здесь прочеканы гляньте какие он такой мне кажется какой-то не прочеканенный так давайте размещать конечно мне такую заготовочку еще интересно встретить было бы тоже супер так дальше у нас следующий у нас 2001 год ой тут конечно он такой под побитой жизни 2001 год 13 bsn 2001 год давайте посмотрим это внизу у нас 13 bsn вот он пистолете он пистолеты у нас скрещенный конечно тут состояние не очень суперская но какое есть сложно было мне найти чтобы так оптом и у одного продавца было много много жетонов дальше смотрим следующий жетончик у нас тут уже получше то с бандура и моя любимая тема 2002 год нас 8 bsn 2002 год это у нас уже не в этой не на этом листе она другом смотрим у нас 2002 год и где у нас он с бандура и лучше конечно искать по номеру то есть у нас 8 bsn так вот смотрите как раз и мы размещаем очень удобно когда у вас есть визуально вот такая такой вот лист да просто вы сразу понимаете где какой ведь у меня много здесь не хватает сразу видно где какой жетончик так еще у нас из это отсюда осталось еще два жетона давайте посмотрим какие года тут у нас 99 год у нас 7 а с n 99 7 а с n вот он у нас герб вишневецкого байды вот он у нас видите давайте добавим и узнаем сколько мне останется для полной коллекции сколько таких жетончиков останется мне чтобы закрыть полностью коллекцию так и еще такое хорошее состояние блеск 2002 год у нас один а с n 2002 год также у нас в другом листе вот 2002 год это у нас первый да вот что он здесь находится герб богдана хмельницкого смотрите какой у нас герб богдана хмельницкого сфокусировку попробуем сделать или уже можно даже показать его на вот так вот герб богдана хмельницкого как выглядит так так первые разобрали давайте дальше тут у нас по несколько жетонов они все вместе конечно в целом так это у нас 2001 год мы видим 10 бс н 2001 год на здесь и вот он у нас здесь монумент незалежная украина ведь замечательный такой момент конечно я бы как-то не мыл не мыл эти жетоны отдельно потому что очень сложно угадать как будет реагировать они латунные это я как понял да как будет реагировать латун кстати ну луганский станкостроительный завод патронный завод делал хорошие жетоны вот у меня есть подборочка я показывал кстати на виолете выставлены некоторые на продажу можно поучаствовать действительно редкие вещи и мы связаны с историей нашей страны луганская с история луганска вот так давайте дальше собирать что тут у нас есть кстати отличный каталог по жетонам я недавно себе приобрел я показывал его в обзоре сейчас покажу вот смотрите вот такой вот каталог конечно это класс когда ты можешь в руках подержать вещь которая на которой изображены такие вещи пробные интересные еще девяносто седьмых восьмых там девятых годов вот посмотрите девяносто четвертого который просто напросто ну нигде не увидеть благодаря вот таким каталогом людям которые собирают договариваются фотографируют качественно мы можем хоть увидеть как оно выглядит конечно там некоторые жетоны простоят просто космос да там стоп 50 200 долларов могут стоить вот здесь это мы не факт что такие жетончики и встретим где-то да вот и тут есть контакты вот создатели авторы данного каталога ну что сказать круто видимо рекламы форумов на вот собственно здесь очень красиво гляньте мы видим жетоны да видим заготовки под монеты у меня кстати есть но не все заготовки вот 10 копеек 1 2 у меня нет таких заготовок стать вот по 3 копейки заготовочка гривна класс это вот эта коллекция прямо достойная на самом-то деле у кого-то просто космос вот такая книжка совету на виолите есть кстати в продаже зайдите в бейте название вот и сможете легко найти так следующий об улетел жетон так 2002 год у нас 12 bsn 2002 год это здесь у нас у нас что за gear давайте посмотрим 12 bsn это здесь у нас сверху 12 bsn софия киевская так а что у нас видите они повторяются но номер то другой видите как делали так дальше у нас 2002 год богдан хмельницкий у нас 9 bsn 2002 год смотрим где у нас 9 bsn 10 9 вот он богдан хмельницкий 2002 года отлично потихоньку глядя заполняется заполняется данные коллекции еще что то есть еще есть довольно большие кстати кармашки подмещаются по несколько этих жетонов следующий у нас жетон это 2001 год на 1 вене 2001 год а называется он у нас 2 а и сэн 2001 год вот он у нас 2 а сэн герб мазепы вот смотрите да так он выглядит так следующий у нас это 6 а сэн 2009 года 99 года 6 вот и 5 вот он 6 сэн это герб у нас астафия дашкевич я даже не знаю кто это ребята напишите в комментариях если кто знает надо конечно история украина посмотреть так дальше у нас а 2002 год 10 bsn 2002 год у нас 10 bsn где у нас тут 10 вот он монумент ниже незалежной украины эти отличаются они номерами то есть собственно визуальные моменты одинаковые у некоторых да следующий у нас 2002 год 20 или довольно красивый гляньте какой галочина как бы он так сфокусировать не понимаю не хочет она фокусировать у нас 20 2002 год смотрим где он за 2002 год 20 вот он один остался кстати рядышком у нас тут еще карпатская вот галочина добавляем я в конце покажу еще с луганскими луганских жетонов немножко которые подороже реально так ну что у нас дальше какой год богдан хмельницкий у нас 9 bsn а год 2001 немножко коцаный кстати жетончик так себе можно перспективе вообще можно конечно их менять если такая возможность есть выбрать себе получше 2001 год загрузим пока все на виолете так 2001 год вот тут вот у нас и у нас 9 где у нас 9 вот он богдан хмельницкий так дальше 2000 год 3 сн 2000 год 3 сн так где у нас он вот он это у нас герб петра дорошенко да посмотрим сравним да действительно это он красивый такой добавляем так что еще вообще луганские за жетоны такая узкая тема ну мало кто собирать кстати я вот мало знакомых у кого есть такие жетоны не знаю почему потому что наверное не так раскручено как монеты украины наша тема 2002 год у нас 2 сн 2002 год вот он у нас уже мне кажется я более профессионально этим начал заниматься знать как некоторые занимаются перебором до перебирают монетки украинские так вот у меня прямо так же раскладываю по ячейкам и так далее да дальше следующий жетончик у нас это у нас 14 2001 года 2001 года у нас 14 и вот мы видим вот он вот он как раз гетьман гетьман павло полуботок да у него фамилия у этого гетьмана так добавляем следующий почти все почти все так 2001 год это у нас что 3 а с н так 2001 год 3 а с н давайте смотреть 2001 год где наш этот вот он 3 а с н так мне кажется или я вижу там едь у нас дыромаха счета я такое не помню себе покупал обычно никогда не покупаю такие есть может мне в подарок дали я попробую посмотреть короче какая-то у нас при карпатская русска с дыромаха кто-то себе продырявил и носил наверно на шее ребят это 2003 ладно мы отложим его что-то новенькое вот и теперь у нас следующий 2002 год у нас 3 а с н 2002 год вот он у нас 3 а с н так давайте дальше так дальше у нас идет 2003 год киевская русь 15 где же вот он у нас конечно тоже можно их немножко помыть было что ли не знаю я могу в принципе у меня есть средства для мытья можно замочить их специальные такие туда латунные монетки кладутся но для биометалла тоже подходит но не знаю пока не хочется играться возможно чуть позже если мне захочется что-то на эту тему вам видеоролик снять пожалуйста напишите мне в комментариях стоит ли мне записать видеоролик на эту тему так дальше у нас осталось два жетончика из тех что здесь у нас были 2000 год у нас в первом листе 2000 год и называется он скорее всего 4 да а с н вот он у нас так 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 неправильно поставил но сейчас перевернем вот так перевернем так что нам делать с этим жетоном ёлки-палки дыра махай 2003 год 2003 год 19 а сколько он вообще стоит жетон из кукшон редкий что ли 2003 год и вот он у нас 19 жетон вот мы видим 2003 год 20 нет цена такая точно как и обычных жетонов но почему-то он у меня с дыромаха давайте посмотрим есть вообще этот жетон у меня или нет 2003 года это конечно интересно может бонусом мне его положили не помню да смотрите 2003 год вот этот жетончик он у меня тут в коллекции есть называется он 19 он у меня есть как бы да я его не покупал но мне его бонусом продавец положил потому что я такой жетон точно не купил бы сам с дыромаха это да вот друзья как вам эти жетоны давайте посмотрим что у меня не хватает а не хватает для полной коллекции совсем чуть-чуть не хватает вот у нас 2002 года это аэсэн 7 аэсэн не хватает 10 11 аэсэн не хватает вот этих не хватает 2002 года так тут не хватает солнышка да у нас такого галочины да вот не хватает в целом а это у нас вот мои обменные жетоны которые на обмен эти лпз эко вот я вам обещал показать давайте покажу это тоже интересные жетончики для луганский патронный завод вот гляньте как оно красиво выглядит да 1895 год и сзади написано 1 гривна вот такой вот жетон так дальше у нас тут еще есть вот такие эко феодосия гляньте красота вот и что еще я обещал вам показать жетоны луганского станкостроительного завода вот они так выглядят конечно те которые прям супер редкие мне нравится это в таком формате гляньте для голландской фирмы разрабатывался такой вот цветочек да и потом на них делали вообще для метрополитена планировались да там было написано Киев вот есть вот такой вот еще гляньте да жетон они все латунные вот есть более более редкий и дорогой вот с такой надписью 100 самый дорогой из этих жетонов который у меня есть конечно с гербом луганска есть вот такие замечательные гляньте да он кует и там у нее написано что 1 гривна класс выставлен кстати на виолите ссылочку я оставлю в описании поучаствуйте в торгах если вам тема это интересно также вот есть еще то что у меня дубли некоторые вот друзья спасибо всем кто посмотрел этот ролик я надеюсь вам было интересно посмотреть какие я купил себе жетончики вот мы увидели что здесь почти все здесь осталось только 3 жетона закрыть у меня да даже 4 вот 1 2 а вот тут у нас 99 года 3 7 вот ну и коллекционирование это как раз то когда вы получаете удовольствие от то что потихонечку потихонечку собираете свою коллекцию и потом у вас уже готовая готовая коллекция собирается спасибо всем кто посмотрел этот видеоролик оставайтесь на связи пишите комментарии напишите мне в комментариях что сделать с такими дублями может разыграть или еще что-то кому-то отправить вот и что-то придумаем всем спасибо всем пока друзья